Здравствуйте, уважаемые студенты! Вас приветствует преподаватель русского языка и литературы Колледжа информационных технологий Зарипова Дарья Николаевна. Предлагаю вашему вниманию видеоурок на тему «Марина Цветаева. Лирика. Поэзия Марины Цветаевой и современное искусство. Кино, эстрада и другое». Представляю цели нашего сегодняшнего занятия. Первое – познакомиться с биографией Цветаевой, выделить основные направления лирики поэта и раскрыть своеобразие поэтического стиля Цветаевой. Итак, перейдем к биографии. Начать рассмотрение биографии мне бы хотелось со следующих строк. Красную кистью рябина зажглась, Падали листья, я родилась, Спорили сотни колоколов, День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть Жаркой рябины горькую кисть. Символ рябины Стал основным ведущим В творчестве Марины Ивановны, Как символ ее горькой, Тяжелой судьбы. Итак, Марина Ивановна Цветаева Родилась в Москве 26 сентября По старому стилю 8 октября 1892 года. Знаменательный день, День, когда все православные христиане Отмечают поминовение Усопшего апостола Иоанна Богослова. На слайде представлены родители Марины Ивановны. Отец был профессором, Мать пианисткой. Очень интеллигентная семья. Первое образование поэтесса Получила в Москве В частной женской гимназии. Затем обучалась в пансионах В Швейцарии, Германии, Франции. Она была очень образованнейшим человеком, Одаренным. Шести лет писала стихи На русском, французском, немецком языках. В 18 лет вышел первый сборник стихотворений Вечерний альбом. В 1911 году Цветаева выходит замуж За Сергея Эфрона. Рождается дочь Ариадна. Вы видите на слайде Представлена семья Марина, Сергей, Дочь Ариадна, Аля, Дочь Ирина и сын Георгий. В 1912 году Выпустился второй сборник стихов «Волшебный фонарь». В 1914 году У Марины Ивановны Цветаева Случается любовная связь Софией Парнок. Эту связь Марина Ивановна назвала Первой величайшей Трагедией своей жизни. Эта связь Продлилась до 1916 года, Затем поэтесса возвращается к мужу. Вторая дочь Марины, Ирина, Умерла в возрасте трех лет. В 1925 году Рождается сын Георгий. В 1922 году Марина переезжает в Берлин, Чехию и Париж. Прожив в 1930-е годы В бедности, В 1939 году Она возвращается в СССР. Ее дочь и мужа арестовали, Сергея расстреляли. В 1941 году А дочь Ариадну Через 15 лет реабилитировали. В этот период Цветаева почти не пишет стихов, А лишь занимается переводами. 31 августа 1941 года Марина Ивановна Покончила с собой. Похоронена поэтесса В городе Елабуга На Петропавловском кладбище. Музеи находятся В Москве, Александрове под Владимиром, Феодосии и Башкортостане. Памятник установлен На берегу реки Ока В городе Таруса И в городе Одесса. Вы видите на слайде. Такая нелегкая, тяжелая судьба Сложилась у нашей поэтессы. Перейдем к рассмотрению творчества. Какие же темы В своей поэзии Затрагивала Марина Ивановна? Тема любви. Конечно же, поэтесса Не могла обойти стороной Данную тему. Вы видите на слайде Представлены наиболее знаменитые Стихотворения, Посвященные данной теме. Тема творчества, Либо тема поэта и поэзии. Здесь присутствуют Циклы стихов Цикл Маяковскому Ахматовой Стихи к Блоку Стихи о Москве И стихи к Пушкину Это поэты, которых Цветаева буквально боготворила. И, наконец, тема Родины Тема России Также вы видите на экране Какие стихотворения Наиболее известны Относились к этой теме? На слайде вы видите Какое представлено Чувство любви В творчестве Марины Цветаевой Наиболее проникновенные Стихотворения Вчера еще в глаза глядел Также вы можете прочесть На экране Буквально кумиром Марины Ивановны Являлся Александр Александрович Блок Хотя лично Они знакомы не были Но творчество Блока Произвело глубочайшее Впечатление на поэтессу Ну и, наконец, Тема Родины Всяк дом не чужд Всяк храм не пуст И все равно И все едино Но если по дороге куст Встает Особенно Рябина Опять-таки Рябина Символ горькой Судьбы России Другие темы В творчестве Цветаевой Вам представлены На слайде Поэтический стиль В чем своеобразие Ее поэтического стиля Необычность ритмического строя Неожиданная рифмовка Строк Строфе Которая Зачастую Не точна А лишь приблизительно Смысловая сжатость И афористичность Следует отметить Что поэзия Цветаевой Находит отражение В кинематографе На эстраде То есть Во всех видах искусства На слайде Представлены Наиболее известные Наиболее известные стихи Цветаева Которые положены На музыку Из кинофильма Ирония судьбы Или с легким паром Итак Поэзия Цветаевой Очень современно Используется Композиторами Нашего времени Востребована Разными видами Искусства И используется В разных областях Музыки Как эстрада Так и классика На слайде На слайде Представлены Фото Исполнения Аллы Пугачевой Уж сколько их Упало в эту бездну Или реквием Композиция На стихи Марины Цветаевой И Ирина Аллегрова Исполнила песню Я тебя отвоюю Уважаемые студенты Для закрепления Материала Представленного вам Предлагаю Вопросы А также Тестовые задания Расположены На платформе Дистанционного обучения Которые Необходимо Выполнить Выполненные задания Прошу отправлять На электронный адрес Указанный на слайде Подробный лекционный Материал И тестовые задания Расположены Также На платформе Дистанционного Обучения Вопросы Уважаемые студенты Удачи вам В выполнении заданий Спасибо за внимание До свидания